друзья идет дождь вот но нас с этим дождем не испугаешь час назад я был связой своей старинной подруги которые уже знакомы почти 30 лет благодаря тому что она у меня когда-то посадила груши если красавица и выросло у нее дерево с огромными плодами потом она была уничтожена ее родственникам но фильме вы это видели сама рассказывала последние годы когда сергей саженцы посадил когда я ее воспитывал кончилась ее дружба с родственником так он хватает секатор чтобы резать саженцы мои и те что уже сергей молодые и они сказали не режьте мы обещали железом что резать не будете он швыряет секатор и говорит ноги моей вас не будет вот почему он точно знает что деревья надо резать калечить . в сибири еще поселки сезая вот так ну а я под впечатлением этого разговора снимаю следующий фильм итак прививка на абрикос абрикос у самого основания это он привит на маньчурский ну-ка видно нет скорее всего дачи нет вот а на него привит дар небес а дар небес видите вот у нее такие кстати абсолютно здоровое дерево всегда подчеркиваю мои деревья не болеют даже те которые режут на черенки потому что все надо делать с умом вот и вот тогда в крону по за прошлом году была привита венгерка вот она здорово да ну уже урожай закончился на сливе ой на абрикосе давно месяц назад вот подоспела слива как вам она смотрится вот это сорочинская вот это ну некоторые путают черносливо это венгерка сорочинская это мой подарок вам с украины вот от меня от выходца с украины вот вот такие вот плоды на ней апать а показу я больше всего дело в том что должна была приехать 7 числа или на саду савинич она не смогла дела приехать и я сказал ну хорошо раз живьем не могу тебя угостить живем вот теперь посмотри как это угощайся виртуально это когда не буду поговорку такую повторять идем дальше вот это я хотел ее угостить так я хотел им показать вот эти персики сегодня в сизой кто этот фильм увидит немного раньше чем вот этот фильм то сняты промежутка за один час разница вот и там эти дамы у меня решили купить два персика непривитых вот они по 1000 рублей вот а теперь смотрите сюда вот этот персик ему полтора года будет позапрошлым году не так прошлом году весной он был посажен и не пересажен он каким-то чудом оказался с краем грядки а так как на меня ворчат что я все время занимаю место самое вот под под овощи мало остается я все-таки схитрил и умудрился его не выкопать вот он за полтора года стал вот таким следующем году он весной засветет вот это будущее тех кто вот эти персики купит но после пересадки они будут не такие мощные а поменьше вот ну кто-то приедет еще до зимы время есть сегодня только 10 сентября где-то это еще лето вот но зимой не пахнет посмотрите вот эти красавцы за год он дал крону двухлетнего дерева видеть за год весной косточка пошла в рост вот результат ну наверное этот будет стоить полторы тысячи рублей а сергей продает по две тысячи и они у него закончились ну не все было выкуплено но предоплата значит уже чем дальше считайте уже их нету вот а вот такие вот по тысячи рублей вот но это для моих женщин потому что они вечно вынуждены считать копейки поэтому это бесценное сокровище того стоит и тысячу и полтора а вот это может и две вот так что я подведу скажу если кто-то подъедет успеет приезжает пару машин за осень с минусинская пару собакада пару шушенская я скажу за тысячу за полторы за 2 вот так скорее всего будет так хотел еще и угостить мою дочку духовную подругу еще я собирался угостить ее вот этими роскошными это розмарин посмотрите на это чудо его надо еще уметь оторвать так чтобы плодушка была цела вот он разборин полюбовались вон они уже падают вот посмотрите я не успеваю их собирать вернее успеваю слава богу деревья то тут немного в свое время когда меня выжгли выжгли выжили с этого с острова здесь все было захвачено уже другими деревьями поэтому под яблони совсем мало места опор 400 граммовый я тоже хотел показать елене почему потому что они все растут 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 в этом году до 400 они дотягивают но и мелочи их не назовешь вот это вот мелочи не назовешь другой год бывает и 400 вот вот это дерево я хотела показать вот это волчин дали сейчас неправильно я называю ну все он такой огромный не должен быть вот эти плоды вон там господи как его неудобно вот тут явно вот тут она никогда не показывает свои ценные размеры когда их сфотографируешь а на вид как его а ну-ка рискнем только бы упала самая крупная упала не самая крупная вот видели да а теперь смотрите внимательно видите начинается с того что птица клюет и муравьев видите они балдеют это дерево этот плод он раньше вот почему и упал и он него тот огромный самый а вот этот упал потому что он быстро дозревает вот через ранки которые делают птицы залазят туда вот уже балдеют там эти муравьев которые почему-то ненавидят это их законная добыча а те вон целенькие целенькие вон они потому что птица еще не успела клюнуть ладно это тоже для елена будет разговор но надо продолжать угощение пойдемте истинный голден возможно вот этот пришел саженец саженцы сразу сдохли один не сдох сразу я с него взял веточку привил на местный подвой получил вот это и надо было бы угостить елена сану но я еще сам не трогал ни одного вот шелковица эти тысячи рублевые они должны быть еще год расти и стать размером ну хотя бы до колена на следующую осень но кто готов тысячу потратить сейчас будет аккуратно выкопано упакована или на посылке или тут по месту будет продано вот это шелковица это чудо их чудес вот это хотел я показать ну то что осенью вот поздние груши до сих пор зеленые падать не собираются вот это ладно потом сам сейчас что-нибудь поинтереснее значит заканчивается я уже два ведра собрал в этом году получилось где-то сумме три ведра будет потому что еще висят так и продолжает падать это баргузин наиболее вкусный из всех колновидок вот колновидка вот колновидка вот и и на этом одно я уже выпилил получается баргузин раз вот он и вот это вот не баргузин вас простите что за дерево ну тут надо искать бирку ладно не буду искать короче это тоже колонна но она как это уже неправильно она менее похожа на колонна хотя также видите у нее как это выглядит в общем колонна но не совсем колонна так подходим к чудо-дерево вот тут я еще тоже наделся угостить елена санна потому что это чудесное дерево оно у меня идет имеет два названия ника и второе название слива персиков и мичурина все пора посыпалась это будет собрано на косточке вот они смотрите но на дереве их еще много и вот тут я мог бы угостить я на санну или того кто заявится сюда за саженцами к сергею ко мне специально ты вот единственный случай когда с абакана приехала семья до косточками прям сюда красный хутор я ради них сюда привез десяток банок и продал им таких десяток таких десяток а сейчас бы я им продал сувениры востока я им продал прямо живьем в плодах мол плоды съедите а косточки посадите вот вот такой же случай только больше никто не едет и по-моему не приедет это сейчас величайшая редкость энтузиазма снова но здесь вот там случай был что привито на венгерка на была то что я показал сразу первое дерево она привитое дерево а здесь венгерка вот это привито на сразу на манджурцы я пытаюсь понять разницу вот это наиболее светлая я хочу добиться чтобы она порозовела вот видите как она порозовела у самое у чернобаева дело в том что я не стесняюсь учиться когда я увидел чернобаева розовые венгерки которые он у меня черенки брал как синие синие а получились розовые но у него здесь скелетная прививка он привал из нуля на абрикос получились розовые так и тогда я сказал себе как же так я сколько сувенир востока мучился приучал сливу сувенир к абрикосу и ничего не получилось у меня не получилось уже до плодов дело доходило и плоды меняли и форму и вкус лучшую сторону но все равно конец был один смерть два-три-четыре года смерть вот а это же линклоды суньеросток это порода линклодов а венгерка я не догадался а чернобаев догадался и теперь я иду по его стопам кстати по ходу нам встретилась шикарнейший сорт груша ну угостить не могу только посмотреть на нее это груша космическая вот потом что-то еще по пути с этим да я бы еще угощал дело о чем посмотрите на эти видите это слива грация еще один из породы венгерок посмотрите какие мощнейшие приросты дала вот это побег это значит что у них нет биологической несовместимости вот смотрите вот прививка видите вот она вот нижние плоды а вот чуть ниже вот это мощнейшее дерево за два года причем прирост последнего года дал 2 метров просто есть это говорит об идеальной биологической совместимости и тогда и вот эти ветки вот эти еще одно поколение можно вырастить привить вот это будет чудо чудо то есть это будет шикарнейшие деревья причем привиты именно на абрикосы а абрикосов особенно у манжирских абрикосов это манжирский манжирский привит это просто фантастическая рост мощный и он передается этим же сливом фантастический рост и здоровье скажите нет вот на второй год плоды нормально полюбовались где мы еще получилось то что я хотела линсан показать угостить все приходится теперь делать виртуально спасибо современная техника позволяет вот такие дела так что у нас ребята в рюкзаках ну про яблони сало как сало так вот это вот скелета и прививки так это у нас что сейчас вспомню а если не вспомню то я посмотрю да память подводит сейчас вспомню 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 вот это чурок упал иди яблок все четыре упали сразу на наших глазах значит пора было их снимать ах вот она у меня память то плохая память то плохая заялийская господи опозорился заялийская теперь давайте разглядим у меня с ним трагичная судьба я его у этого самого лучшего нашего садовода сибирского всех веков народов у боднара веточку брал привил получил дерево дерево было одно тогда вообще мне было 10 суток до всего где там садить вот она заялийская видите так вот 10 соток и тогда я одно дерево растил растил и ураган и ветер оно упало у него получилось есть фотография я называю учебная для школ для институтов у нее получился сам по себе штамп по 7 метров и из этого высокого штампа а выше пошла крона и ураганный ветер упало одно из-за элиска я потерял вот это была вторая попытка вот это вот ну и всего третий год но зато заплодоносило еще раз полюбовались тоже вот а почему и мир в свое время заинтересовал я навсегда запомнил слова боднара у меня десяток там сортов яблок а за элиска я пока укладем погреб все эти десяток сортов погреб пока вся моя семья настолько обожает за элиска и что пока мы его не съедим мы не то это не 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 прикасаемся к другим яблокам то есть за элиска это лидер ну а дальше что вот здесь я уже нижний ярус собрал плохо видно они еще не совсем вот и так бельфер китайка вот это тоже я бы еще угостил леды сада вот бельфер китайка эти два деревца мне отдал чернобаев вот и дождь начинать значит почти все я вам рассказал не из того что сейчас имеется в наших рюкзаках вот вот бы занять под саженцы или под деревья но овощи овощи как я это стал поливать летом но это это я жалуюсь мужикам которых жены являются заядлыми овощеводами вот ну а это антоновка обыкновенно вот она так выглядит и наверное а вернулись мы опять вот к этому дереву и так я вам показал значит венгерку богатырскую венгерку сорочинскую и венгерку грацию вот эти три сорта помаленечку косточки собираю часть уступил у меня косточек чернобаев потому что у меня совесть чистая не жадная хозяйственная раз это мои чернки стали у нее деревья я имею право всего сада продавать косточки соответствующие все благодарю за внимание